Камеру. Вот теперь я ее включил. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором будет расположена в том числе и эта запись. Запись этого мероприятия. Вообще у нас там более 450 записей других вебинаров уже. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта онлайн-курсы. И там предложение учиться дистанционно по 11 курсам. Один из курсов начался прямо вчера. Если кто-то хочет, может догнать быстро-быстро. Это курс Марина Орешко. Информационные технологии в библиотеке и не только. Ну и наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. Если вас интересуют сертификаты, их можно будет приобрести сразу в самом конце нашего вебинара. Я выделю для этого отдельную минутку в самом конце, чтобы успеть выдать сертификаты тем, кто здесь находится. И я хотел бы еще предварить три следующих мероприятия, которые у нас состоятся уже на следующей неделе. А, нет, прошу прощения, не на следующей неделе. Так, одну минутку. Что-то у меня не все попало. Так, вот так. И сейчас я сделаю копию. Вот теперь вроде бы нормально. Итак, завтра нашу вебинарную неделю завершает Иван Травкин, преподаватель математики из Сахалинского университета. У него, как всегда, такие достаточно умные вебинары для высшей школы. В данном случае это вебинар «Таксономия Блума в цифровом классе. Не знать, но понимать». В понедельник, 8 числа, спикером у нас будет один из руководителей компании «Гиперметод» Дмитрий Кречман. И его вебинар «Цифровое пространство образования на платформе Learning 5G». Наконец, 9 апреля в 12 часов будет вебинар, который в некотором смысле является продолжением этого вебинара. И будет он называться «Новые выпуски артотеки. Интерактивные путешествия для учебы и досуга». Ну что ж, а теперь мы начинаем, собственно, наш сегодняшний вебинар. Он посвящен нашему проекту, проекту компании Директ Медиа, который называется «Артпортал больше, чем галерея. Артпортал в школе и в УЗе». Артпортал – это один из проектов компании Директ Медиа. И он особенный проект. Особенность его заключается в том, что он в основном открытый, и только некоторые его части распространяются по подписке. В своем открытом виде он представляет собой галерею, достаточно качественную арт-галерею с большим количеством изображений. А вот что касается его закрытый вид, то там, подписной вид, то там гораздо больше информации, больше текстовой информации, больше структурированной информации. И об этом я чуть-чуть расскажу сегодня, чуть-чуть попозже. А вот главная страница нашего портала, это ее верхняя часть. Собственно, все по составу меню я расскажу чуть-чуть позже. Хочу отметить, что в последнее время у нас на этом портале происходят некоторые положительные изменения. Появляются новые разделы, которых раньше не было. Перегруппировка происходит, появляется много новых текстов. Чаще стали выходить выпуски ортотеки и так далее. То есть наш проект живет, развивается и вот, собственно, сегодня я представляю и его, и те изменения, которые у нас произошли. Наш проект ArtPortal – это учебный ресурс. То есть, конечно, первое, что бросается в глаза, это его энциклопедичность. И не столько учебная функция, сколько энциклопедическая и справочная. То есть, конечно, его можно использовать просто как для поиска хорошей картинки и применения ее в своей жизни где-то, да. Для своих публикаций в сетях или как-то иначе. Но мы его позиционируем и как учебный портал. Ну, во-первых, по двум причинам. Во-первых, сама функция подбора иллюстраций, она становится базовой для человека с высшим образованием. Таким образом, студенты должны еще участвовать в университете, понимать, как подбираются картинки, как они вставляются, как ищутся и так далее. И в этом смысле, конечно, наш портал общеобразовательный. Если говорить более подробно, то в подписной части нашего портала есть большое количество текстов. Они расположены как в описании эпох и стилей, так и в описании жанров, авторов, биографические данные по авторам. Также у нас недавно появился раздел арт-учебный, где все это вместе собрано. И есть еще дополнительные тексты, которые делают наш портал вот таким уже, ну, собственно, учебником по искусству. Если говорить более узко, учебником по, ну, учебником, конечно, все-таки, онлайн-учебником по мировой художественной культуре, по предмету, который существует и в вузах, в некоторых, и в школах. И вот в этом качестве его, конечно, можно использовать. Ну, давайте коснемся его состава и других характеристик. Располагается арт-портал вот здесь, по этому адресу. Вообще почти все наши... Сейчас я включу рисовалку. Почти все наши проекты, они образуются просто приписыванием домена... Приписыванием домена третьего уровня к нашему домену второго уровня, библиоклуб.ру. А вот арт-библиоклуб.ру – это переход на наш... на арт-портал. Так, надо ли давать... Давайте я все-таки дам эту сеть наш базовый адрес, чтобы вы смогли сразу посмотреть, кто не смотрел еще. А, вот она. Немножко о габаритных параметрах. У нас более 65 тысяч изображений, и количество их все возрастает. 7 тысяч авторов, 3 тысячи музеев, но это так, округленно, конечно. Вот. И десятки стилей, направлений и жанров. Не буду здесь все перечислять. Все основные и даже такие, которые, может быть, не специалисты и не приходят на ум. Ну, и все-таки, что отличает нашу галерею от некоторых других – это мы не столько боремся за количество изображений. Собственно, на первом этапе развития арт-портала происходило именно это, когда лет 5-7 он образовался назад. Мы сначала наращивали количество, но уже последние несколько лет мы больше боремся за качеством. Консолидация информации, подробными описаниями к изображению, новыми нашими проектами внутри портала, такими как «Артотека», создаем разные интерактивности, мультимедиа и так далее. Вот. Вот что касается качества изображения, конечно, хотелось бы обратить внимание, что это такой многосторонний процесс. Одна сторона заключается в том, что мы находим и помещаем на нашем портале все более и более качественные изображения. К счастью, это происходит и спонтанно, но мы пытаемся это как-то агрегировать у себя. То есть музей получает с каждым годом все больше возможностей оцифровки своих фондов более качественных, чем раньше. Вот. Ну и мы пытаемся это сразу найти и поместить у себя. Вот. Что касается второй стороны, это текстовая сторона. Мы стараемся постоянно уточнять и дополнять атрибуцию и дополнять текстовые разделы нашего сайта. Говоря о текстовой стороне, те изображения, которые имеют подробное описание, под описаниями я имею в виду что-то кроме атрибуции, то есть атрибуции само собой, то есть информация о картине, а это уже словесные описания какие-то. Они имеют специальное обозначение. Когда вы видите в поисковой выдаче или при просмотре раздела набор иллюстраций, то те из них, которые имеют изображение, они помещены в рамку вот такую вот. А вот сразу видно, что эти изображения можно там что-то почитать еще дополнительно. Насчет атрибуции, то вот даже неполный состав той атрибуции, которая бывает, иногда бывают более полные даже. Ну, как правило, это автор, год издания, материал, размер, в каком музее хранится и в каком городе. По поводу качества изображений, как я уже говорил, мы ищем все более хорошие изображения, и тут действительно такой революционный скачок происходит. Во-первых, разрешение иллюстраций повышается, появляются иллюстрации вплоть до гигапиксельного качества, то есть гигапиксель, это миллиард пикселей, улучшается цветопередача, и мы постоянно ведем замену изображения на более качественную. Мы как в составе самого арт-портала, так и в составе арт-отеки, которая входит как матрешка в него, помещаем различные интерактивные и мультимедийные элементы, такие как галереи изображений, слайдеры, оси времени, видеоотрывки, интерактивные путешествия и так далее. Пару слов об интерфейсе. Слева у нас располагается интерфейс перехода по крупным разделам, таким как живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театр. И вот некоторое время назад появился еще один раздел «Книжная миниатюра». Очень любимый мною раздел. Действительно, в книжной миниатюре есть совершенно замечательные произведения. И так они терялись в остальной массе произведений, а теперь они выделены в отдельный раздел. Снизу идет другая классификация и другое меню. Авторы, страны, жанры, эпохи и стили. Отдельно слева выделен арт-учебник. Это наш новый раздел. Он, скажем так, даже в бесплатном виде он показывает некоторую информацию, но в подписном виде эта информация гораздо больше. Ну и, как всегда, у нас справа кнопочка, она теперь у нас выделена. Вот таким вот синим цветом арт-отека. Это наш специальный подписной сервис, который работает в этом году уже три раза. Трижды в месяц выходят новые выпуски. Если кто-то посещал предыдущие мои вебинары, то, может быть, помнят, что раньше у нас вместо арт-учебника был пункт меню, который назывался «Музеи». Информация о музеях у нас никуда не делась, но она переместилась на более глубокий уровень меню. Ну, в частности, внутри арт-учебника можно теперь посмотреть информацию о музеях подробную. Ну, вот так примерно выглядит типовое изображение. Само изображение. Его название. Атрибутика. Ну, и иногда здесь есть описание. А вот эти кнопки, я не буду о них говорить, они для платных пользователей, для тех, кто имеет подписку. Ну, на самом деле, я считаю, что это все можно сделать и без этих кнопок, конечно, но они, тем не менее, есть. Не буду подробнее о них рассказывать. Вот пример графики уже. Я тут из разных разделов подобрал. Это было из живописи. Это вот из графики. И здесь видно, что тут вот появляются некоторые дополнительные графы. Вот, например, здесь прописан стиль и романтизм, жанр, бытовой жанр, вид искусства, графика. Также и в других разделах иногда бывает, что атрибутика расширенная появляется. Что касается, вот на примере архитектуры покажу. Что касается дополнительных возможностей, ну, вот навигационная цепочка, вот такая, в виде хлебных крошек, как говорят вебмастера и программисты присутствует. Ну, я думаю, что это для вас не вновь, а тем не менее, упомяну об этом. Масштабирование изображения, точнее, не масштабирование, а разглядывание в увеличенном масштабе. Как я уже говорил, с каждым годом все лучше и лучше становится. Не только наше, а вообще можно найти более хорошее изображение в интернете. И, разумеется, встает вопрос о том, как их разглядывать. Вот, ну, вот один из способов разглядывания у нас. Это вот такая вот панелька с увеличением, в которой можно посмотреть изображение частями. То есть, какой-то другой способ у нас есть, ну, об этом я отдельно расскажу, в нашей артотеке. И изображения есть, ну, не только вот такие, а вот, например, вот такие. Посмотрите, это в данном случае мы видим... Ой-ой-ой, сейчас уберу. Ну, вот такой маленький квадратик. Вот здесь вот. Вот. Вот, видите, даже этот квадратик изображен с каким хорошим качеством. Вот, конечно, такие вот, такие уже изображения такого качества. Их лучше рассматривать совсем другим образом, при помощи интерактивных путешествий. Об этом в самом конце я расскажу в нашем вебинаре. Внутри раздела есть свой поиск, каждого раздела есть свой поиск, есть свои фильтры. Так что вам удобно искать и фильтровать информацию. Немножко о разделах, которые находятся снизу. Раздел авторский. Раздел авторов, он ведет к авторам. И некоторые из авторов, конечно, не все те 7000 авторов, о которых шла речь в начале. А наиболее известные из них имеют свою биографическую часть, в которой приведены портреты или автопортреты. Краткая информация об авторе. Ну, в общем, не всегда даже краткая. Иногда так прилично по несколько страниц текста. И в конце информация, которую можно назвать контекстной. Во-первых, предложение книжек этого автора, электронных книжек, разумеется, которые можно приобрести у нас в магазине. Ну, и работы автора, по которым можно сразу щелкнуть и посмотреть. Информация о музее. Как я уже сказал, она стала информацией второго уровня, но тем не менее сохранилась. Все ведущие музеи представлены в мире, представлены информацией достаточно подробной, со ссылками на сайт, где можно подробно посмотреть об этом музее. С хорошим описанием, что из себя этот музей представляет. Вплоть до того, что есть иногда информация о том, когда и как можно посетить этот музей и так далее. Более такая утилитарная информация уже для тех, кто хочет этот музей непосредственно посетить. Ну, и описательная информация достаточно большая, так что ее тоже можно использовать для рефератов студентов, эссе и так далее. Пункт меню эпохи и стилей – это один из тех пунктов, которые у нас постоянно растет и развивается. То есть направление развития от портала идет вот по этому направлению наиболее интенсивно. В этом разделе у нас есть информация об стилях, об основных стилях, но основных там их несколько десятков. Вот видите, тут появилась у нас такая вот надпись АУ – это арт-учебник. Это значит, эта информация входит в арт-учебник, с одной стороны, с другой стороны является самостоятельной информацией. К ней можно перейти вот через это меню, которое я сказал. И это означает, что в подписной модели там будет гораздо больше текста, изображения и еще и будет видео, чем в обычном неподписанном варианте. Можно сразу перейти к галерее и смотреть, не переходить. Либо можно перейти к информации о стиле, и тогда мы попадаем на страницу описаний. Вот такая вот страничка, которая – это у меня расширенное описание, в котором вот слева информация об этих стилях, ну в данном случае академизм в скульптуре, в живописи, про авторов стиля, по каким странам это проходит. Там ниже еще дальше есть много. И вот такой вот отрывочек по основным стилям есть, по каждому такой отрывочек, специально созданная нами ролик, который описывает данный стиль. Сейчас мы один из таких роликов, прошу прощения, сейчас мы один из таких роликов посмотрим. Вот он, на мой взгляд, такой специальный ролик, но больше, на мой взгляд, для школьников, чем для студентов. Ну, посмотрите, оцените, пожалуйста. Еще раз хочу сказать, это вот ролики, которые мы специально сделали для этого проекта. Один из этих роликов посмотрите. Количество дошедших до нас из античных времен памятников скульптуры значительно превышает число сохранившихся живописных произведений. В связи с этим ориентированность академического искусства на античность подразумевала, прежде всего, изучение скульптурного наследия Древней Греции и Рим. Академическая живопись не могла установить прямую связь с античностью, стать ее полноправной преемницей, чего нельзя сказать о скульптуре. Академические скульпторы имели возможность непосредственного соприкосновения с произведениями, созданными в эпоху Золотого века искусства. В отличие от живописи академизма, которая постепенно вобрала в себя внешние черты других направлений, академическая скульптура сохраняла тесную связь с классицизмом и была практически неразделима с ними. Одним из скульпторов, задавших тон академической скульптуре XIX века, был итальянец Антонио Канова. При жизни он достиг такой популярности и признания, что его работы называли столь же совершенными, как и произведения древности. Для академической скульптуры и иерархия жанров была столь же актуальна, как и для живописи. Мастера редко выходили за пределы мифологического жанра, примеров которого в античной скульптуре больше всего. Самые знаменитые произведения Кановы также иллюстрируют античную мифологию. Среди них Персей с головой медузы 1804-1806, Амур и Психея 1793, Три Грации 1814-1817 года. Техника Кановы, отличавшаяся деликатностью и тщательностью в работе с мрамором, позволявшая достигать непревзойденной гладкости камня, стала примером для множества академических скульпторов, наряду с гармоничной композицией и изящными пропорциями. Если с XVII века центром развития академической живописи был Париж, то для скульптуры более значительным оставался Рим. Значительную часть своей жизни Канова провел в Риме, и сюда же приезжали перенимать его опыт начинающие скульпторы из разных стран. Одним из них был датчанин Бертель Торвальдсен, который воспринимался как прямой наследник Кановы в скульптуре академического классицизма. О произведениях Торвальдсена говорили, что в них отражена сама суть классического искусства. Пластика его скульптур впечатляла современников искусно схваченным моментом между движением и покоем. Творчество другого ученика Кановы, уэльского скульптора Джона Гибсона, демонстрирует, насколько последовательным могло быть стремление академизма соответствовать античному идеалу. В XIX веке уже было известно, что вся древняя скульптура была полихромной, раскрашена яркими пигментами. Воспринимающейся классической, белизна мрамора впервые использовалась как самостоятельное формальное средство лишь в скульптуре Ренессанса, поскольку именно такой, мраморно-белой, обнаруживали при раскопках античную скульптуру. Пигменты были уничтожены временем. Гибсон был одним из немногих академических скульпторов, отважившихся прибегнуть к раскраске своей скульптуры. Несмотря на порицание и неоднозначное отношение критиков к полихромным произведениям, Гибсон продолжал применять краску во многих своих работах, даже если они не были связаны с античной мифологией. В России также были свои последователи канон, работавшие по законам академического классицизма. Кроме многочисленных зарубежных мастеров, которые создавали для интерьера дворянских усадеб аналоги античной скульптуры, развивались в сходном с Европой ключе и отечественные скульпторы. Среди них можно назвать Михаила Козловского с его интерьерными и парковыми скульптурами, Ивана Мартаса, создавшего надгробие в академическом ключе, а также Василия Дымут-Малиновского. Своим существованием скульптура академического классицизма не только способствовала украшению домов, знати и городов, не утихающая на протяжении нескольких сотен лет внимания к античности и ее пластическим формам стимулировала исследование античных древностей. Скульптура академизма приобщила к классической эпохе масштабные территории Европы, лежащие далеко за пределами ареалов, которые когда-то были заселены древними эллинами или римлянами. Через изучение древних сюжетов и форм и их воплощение академическое искусство способствовало соприкосновению общества с основами европейской цивилизации. Ну вот такой вот ролик. Таких роликов у нас несколько десятков в описании эпоха стилей. И ролики доступны только в подписной версии. Хотя некоторые из них, наверное, мы будем открывать. Не такой уж это секрет, чтобы его скрывать особенно. Вот следующий пункт, о котором я говорил, что он новый. Это арт-учебник. И выглядит это примерно так. Несколько страниц. Сначала некоторая информация про учебник. Потом разделчики снизу. Стили, музеи. Вот здесь переход к музеям. Переход к художникам. Вся эта информация агрегирована. И в конце... Да, вот тут предупреждение об вот этой вот марке арт-учебник, которая ставится на те материалы, которые дополнительно описаны, имеют дополнительные тексты. И заканчивается это все лентой времени, которая называется ритмы культуры. Это некая лента времени. Это некий такой новый тип подачи информации. Выглядит это вот примерно так. Здесь вы выбираете страну. И здесь на шкале времени располагаются некие события из шести направлений. Разумеется, арт-события. Из истории, архитектуры, живописки, скульптуры, литературы и музыки. И каждый из них ведет к некоторому объекту. На нашем арт-портале. О нем можно посмотреть прямо, кликнув по этому изображению. Выглядит это будет примерно вот так. То есть, некоторые подробные описания экспоната. и его некоторые характеристики, атрибутика. В данном случае это в ленту времени попали только те произведения. Ну, конечно, здесь на этой ленте не все те 65 тысяч, которые у нас есть, а только основные, те, которые имеют более-менее сносное описание и подробные, и которые имеют, ну, не то чтобы реальный вклад в культуру. Все они имеют, конечно, вклад. Ну, наиболее выдающийся, скажем так. Наконец, кнопочка, которая называется «Артотека». «Артотека» — это подписной, наш подписной сервис. В нем, правда, есть и выпуски, и бесплатные, свободные, которые можно посмотреть. Смысл его следующий уже три с половиной года мы ведем работу над «Артотекой». Сначала она выходила у нас два раза в месяц, теперь выходит три раза в месяц уже. Каждые, и того, каждые 10 дней мы выдаем новый выпуск. Новый выпуск — это прямо как небольшой журнальчик такой. Полоса, лонгрид, как угодно называйте. Это страница большая, заполненная большим количеством текста, как правило. Это около от половины авторского листа до трех авторских листов. То есть есть такое пространство для чтения. Плюс структурированная информация об произведениях искусства, описываемых там. Плюс различные мультимедийные элементы, такие как оси времени, интерактивные путешествия, ну и много других всяких элементов, слайдеры и так далее. Если вы щелкните по этой кнопке... А, да, хотел бы отметить, что подробнее об конкретно об «Артотеке» можете посмотреть мой вебинар, который состоится уже скоро, 9 апреля, и будет называться «Новые выпуски «Артотеки. Интерактивные путешествия для учебы и досуга». И давайте я повторю вам ссылку, чтобы вы могли по ней перейти и зарегистрироваться, если эта тема вас интересует. Ну, а сейчас расскажу относительно вкратце. После того, как вы щелкните по вот этому пункту меню, попадаете вот сюда. Здесь такая пластинчатый такой интерфейс, в котором наверху располагаются самые свежие выпуски, а также те выпуски, которые являются свободными. Вот вы сейчас сможете пройти, ну, например, вот на «Образ Христа», «Книжная миниатюра», «Искусство Китая». Они все свободны. «Явление Христа народу» — это все свободные свободные выпуски, которые можно посмотреть прямо не отходя. не являясь платным пользователем арт-портала. Много арт-проектов у нас. Я тут даже не пополняю особенные. Тут можно очень много писать. У нас за 80 уже арт-проектов. Мы уже смело движемся к цифре 100 потихонечку. Проекты по разному направлению есть, по искусству определенных стран, по авторам, то есть описание деятельности определенных авторов, по жанрам, такие как пейзаж, например. есть проекты к выпуске к определенным датам. Ну вот, например, в прошлом, я уже не помню, или в позапрошлом это году было, большая выставка была Зинаиды Серебряковой. Вот мы сделали проект к этой выставке. А иногда посвящены отдельному произведению даже большие арт-проекты. Вот, например, проект «Явление Христа народу», он принадлежит к таковым. Это, кстати, открытый проект, и вы можете его посмотреть. Да, ну вот, да, есть еще посвященный отдельным музеям у нас, и таких очень много. Каждый раздел «Артотеки», он, выпуск «Артотеки», он начинается с обложки, такой достаточно красочной. Проекты у нас нескольких видов. Есть вот исторически самый первый вид выпуска, который называется «Интерактивная страница». Несколько таких проектов сделано, там, два или три. Основной вид выпуска – это «Лонгрид». И такой продвинутый вид – это «Интерактивная карта» или «Интерактивное путешествие», назовем ее так. Это как раз тот вид выпуска, в котором мы путешествуем по полотну высокого качества, рассматриваем его детали, и каждый из этих деталей написан относительно развернутый комментарий. Ну, первой такой работой было явление Христа народу. Я сейчас вам покажу, как это примерно выглядело. Ну, а пока о другом. Да, вот здесь, несмотря на то, что нарисовано именно это произведение, но оно является обложкой к другому нашему выпуску, выпуск, который называется «Образ Иисуса Христа в европейском искусстве». Это тоже свободный выпуск, и он наиболее насыщенный. Это выпуск, в котором 517 иллюстраций, в 8 разделах и 8 интерактивных таймлайнов, которые обеспечивают его работу. Ну, что из себя представляет интерактивный таймлайн? Это вот примерно такой слайдер, который является не только слайдером, то есть можно там перемещаться вперед и назад. Ну, в данном случае назад некуда, потому что это обложка его. А снизу представлен интерактивный элемент, шкала времени, где располагаются годы, сами произведения, которые на эту шкалу насажены. Это все можно туда-сюда двигать мышкой, увеличивать, уменьшать масштаб, переходить к началу и так далее, и так далее. Вот. Очень удобная вещь. Ну, кроме того, что это удобно рассматривать, есть еще и временной контекст, который вводится. И в обучении это очень важно. Чтобы понять, как произведения искусства соотносятся друг с другом по времени, это очень важно. Потому что если просто давать произведения искусства и, ну, где-то цифрами писать, когда оно было создано, это не укладывается в голове. А вот когда ты понимаешь, что какие-то произведения, вот они были созданы совсем рядом по времени, а какие-то отстоят на сотню лет друг от друга, вот это тогда уже начинает работать и создавать в голове у учащегося какой-то цельный образ. Я вообще, честно говоря, большой поклонник таких интерактивных элементов, как оси времени, и стараюсь их всем как-то про... преподать и рассказать, почему они так хороши. Именно вот из-за создания этого цельного образа. Одно из направлений нашей деятельности, о котором я уже говорил, это интерактивная карта или интерактивное путешествие, как мы в последнее время называем. Как правило, в качестве основы интерактивного путешествия служит какое-то огромное полотно. Оно огромное, может быть не обязательно по размеру, по размеру оно может быть и... Ну, не то чтобы вполне обычной, но, как правило, среднего размера или ближе к большому. Ну, самое главное, что оно оцифровано с замечательным качеством. Вот, например, произведение Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» имеет размер 30 тысяч на 17 тысяч пикселей. Вот, это размер, который позволяет увеличивать это изображение без потери качества примерно в 20-30 раз. Вот. И это создает совершенно особый эффект, когда вы можете разглядывать мельчайшие детали произведения, но, разумеется, и само произведение должно быть таким, которое имеет эти детали. И появляется эффект разномасштабности, то есть какие-то элементы произведения вы можете разглядывать в самом большом масштабе, это крупные какие-то элементы. Какие-то в среднем масштабе они нарисованы. И вот, кстати, «Сад земных наслаждений» «Триптих и Иеронима Босха» это как раз пример вот такого произведения, когда во всех масштабах есть что посмотреть. То есть есть совершенно мельчайшие детали, которые можно посмотреть, есть детали, которые можно посмотреть в среднем плане, и есть те, которые надо смотреть, когда смотришь на картину в целиком. Такой способ показа, он еще интересен и тем, что позволяет посмотреть даже те детали рассмотреть, которые вы не можете рассмотреть, даже находясь непосредственно в музее. Или это очень сложно сделать. Ну, например, тот же «Сад земных наслаждений» все-таки занимает несколько метров в длину и метр с лишним в высоту, подойти к каждой детали и разглядеть ее, и физически не всегда возможно, просто по времени. Ну, и не всегда так свет ложится, чтобы можно было это посмотреть. И абсолютно то же самое можно сказать про некоторые произведения, которые у нас есть. Ну, вот, например, в Третьяковке «Явление Христа народу». А, ну вот, ладно, перемотаю, потом вернусь. Которая тоже большая сама по себе картина, полотно большое. Некоторые элементы располагаются высоко, гораздо выше вашей головы, вы просто там ничего не разглядите. Вот. А вот так выглядит интерактивное путешествие. Слева увеличены изображения самого полотна, самого источника. В данном случае это такое среднее увеличение, не самое маленькое. Самое маленькое было бы, если бы вот эта обезьянка была бы на весь кадр. В таком масштабе это можно разглядывать. А справа контекстная информация, описание почему автор например это нарисовал, какие-то контекстные картинки иногда, например откуда он мог этот образ брать, этот образ мог существовать до него, он его только воспроизвел и так далее, и так далее. Иногда здесь целые фильмы интерактивные, звуковые отрывки и так далее. То есть это такой полностью мультимедийный мультимедийный вариант выпуска. Ну и для Иванова прекрасный получился проект, на мой взгляд, с описанием деталей. Он получился хорош в частности потому, что Иванов прежде чем нарисовать полностью это произведение, он более 400 этюдов и эскизов сделал. Вот эти эскизы тоже имеются в наличии они оцифрованы и поэтому можно понять как мысль художника в каком направлении шла и как она потом реализовывалась. Вот, например, это этюд вот этой части картины. Вот мы видим, что вот эта часть она почти уже реализовалась один в один. Ну и чтобы вы могли это посмотреть, давайте я вам дам ссылку, это открытая часть, можете ее посмотреть. Одну минутку, я сейчас возьму ссылочку и вам покажу. Я не буду давать ссылку на проект, дам непосредственно на интерактивный элемент, чтобы вам это было проще смотреть без всяких текстовых обвязок. Вот, посмотрите, я надеюсь, вам понравится. Ну и я хотел бы отметить, что у нас сейчас шесть или семь, по-моему, уже открытых проектов из вот наших 80 всего проектов, открытых выпусков, которые можно посмотреть, в том числе явления Христа народу, книжная миниатюра, ну, я их частично назвал, истории искусства Китая и некоторые другие, сейчас не помню, я расскажу о них на следующем своем вебинаре, ну и чтобы на нем я гораздо больше расскажу о Бортотеке, чтобы немножечко дать завязочку такую интересную, дам направление нашей работы, в частности, следующие шаги по интерактивным нашим путешествиям, вот это еще никто не видел, только вы посмотрите, и это пока только только наметки, редко когда я показываю то, что еще не сделано, но сейчас покажу, дело в том, что примерно полтора месяца назад появилась возможность использовать еще более хорошее по размеру изображение, появились в сети, появилось, я, кстати, принял в этом участие, появилось изображение примерно 11 картин Брейгеля старшего в размере примерно 40 тысяч на 30 тысяч пикселей, и вот одна из таких работ воспринимайте это как наш этюд, то есть это незаконченная работа, вот можете посмотреть, это интерактивное путешествие по картине, которая называется битва «Битва масленицы и поста», одно из таких произведений Брейгеля известных, известнейших, я бы сказал, где масса персонажей, каждый из которых можно разглядывать почти до бесконечности. вот это наши не самые ближайшие планы, то есть это у нас планируются в апреле другие новые выпуски, но в ближайшее время мы вот этот выпуск тоже сделаем, он будет гораздо более качественным, конечно, там есть над чем поработать, более того, я хотел бы отметить, что вот та ссылка, которую я дал, это работа, которая выполнена слушательницей моего курса под моим руководством, то есть пока опытная рука к этому не прикладывалась, но будет гораздо лучше, но тем не менее вы можете посмотреть, как и что это будет. Ну что ж, на этом да, я хотел бы услышать ваши вопросы, если они есть, и разрешите воспользоваться, так сказать, своим служебным положением, немножко про себя рассказать, у меня в 14 мая начинается очередной мой онлайн курс, который мы проводим совместно с компанией Ракурс, и будет называться курс визуализации инфографика в онлайн обучении. Кого интересует да, Евгения Юрьевна, мне самому эта тема очень нравится, мы, может быть, даже несколько сделаем таких интерактивных путешествий по Брегелю, там, ну, прекрасные сюжеты и прекрасно все оцифровано. Если немножко говорить о истории, это совсем недавно Австрийский музей выложил к себе на сайт эти изображения, вот, ну, а мы ими воспользовались, поскольку это открытые, они не имеют копирайта, эти изображения, по законам практически всех стран, точные копии произведений искусства, которые стали общественным достоянием, являются тоже общественным достоянием, вот, пользуясь этим, мы делаем такие вот проекты. Ну, что касается моего курса, вот информация, я только сейчас дам вам адрес и не буду очень сильно задерживать ваше внимание на этом, кому интересно, посмотрят. Вот. Друзья, я на этом завершаю, сегодня я уложился в час, психологические вебинары, а, а, а что, были уже, да? А, а что вы под психологией имеете в виду, Ирина Николаевна? Ну, в той или иной степени все, что касается, все, что касается обучения имеет отношение к психологии, конечно. Я жду вашего комментария, на самом деле, я реально заинтересован, скажите, что вы имеете в виду, я постараюсь ответить. Вот у нас, например, был вебинар, вебинар Сметанниковой по по чтению, ну, в некотором смысле это связано, конечно, с психологией тоже. Да и многие вещи, вот вебинар Ивана Травкина по таксономии Блума, я надеюсь, он тоже будет такой достаточно психологичный. А вот, если же у вас есть какие-то конкретные примеры тех вебинаров, которые мы проводили именно по психологии, вот, стопроцентно по психологии, приведите их, я мог просто запамятовать. В условиях, когда мы уже провели почти 500 вебинаров, если я какой-то из них забыл, то прошу меня простить просто. ну ладно, вы меня немножко в тупик поставили, ну понятно. Я не знаю, если у вас есть какие-то идеи по психологическим вебинарам, мы можем попробовать кого-то пригласить. Тут, видите ли, есть такой нюанс, связанный с тем, что наша аудитория это в основном преподаватели вузов и библиотекари, поэтому каждый раз для студентов, ну студенты к нам ходят, но их меньшее число, вот в основном мы все-таки ориентируемся на вот эту аудиторию, поэтому каждый раз, когда мы сокращаем, вот даже сегодня, смотрите, сегодня мы говорим об искусстве и сразу народу поменьше пришло, потому что это не все аудитории интересны. Вот и так всегда бывает, но мы обязательно будем проводить такие вебинары, не обязательно, для всей широкой аудитории, но какие-то более узкие, вот просто пока у нас, если честно, не было, не попадался соответствующий спикер, который бы мог бы и с точки зрения обучения нам как-то это рассказать, и с точки зрения чистой психологии, возможно, вы нам подсказали, возможно, я чего-нибудь на эту тему подумаю, это было бы интересно. Ну что ж, коллеги, давайте будем прощаться, спасибо, что вы со мной сегодня были и внимательно слушали, и были до конца, еще раз приходите на мой вебинар по артотеке, я надеюсь подробнее немножко рассказать о новых выпусках, поделюсь информацией о том, что ожидать в ближайшее время, какие выпуски будут нашими планами на будущее, и расскажу немножко о тех выпусках, которые за последние полгода были, может быть, покажу, может быть, даже открою какие-то выпуски, чтобы вы посмотрели. Ну что ж, всего доброго, до новых встреч в Директ-Академии, приходите в Директ-Академию, будет интересно. До свидания. Продолжение следует...